Я абсолютно уверена, что через какое-то время мы подойдем и к тому, что дети сами будут предлагать книжку, как это происходит у наших коллег. Айталина, расскажите, пожалуйста, вот у вас тоже интересная очень есть история, которая связана с историями, с историями, не написанными другими, а какими? Расскажите, пожалуйста. Ну, у нас пошло вот такое течение, что воспитатели тоже рассказывали сказки, вот как Елена Макарова сказала, те, которые, они считают, что важно, чтобы дети их услышали, да? И так вот несколько воспитателей друг у друга как бы приняли вызов, читали, а потом дети это все видя и слыша решили, что они тоже могут придумывать сказки. И также вот с помощью родителей, которые являются глазами, руками, ногами того, что происходит дома, вот для нас. И вот они записывали видео своих детей, как дети придумывают и рассказывают сказки. И вот таких историй у нас несколько замечательных есть и на разных языках, на русском, на якутском языке, на английском пока нет еще, хотя у нас есть релингвальные группы. Ну, вот и до режима самоизоляции дети сами тоже придумывали книжки. У нас очень много вот проектов с книжками самодельными также связаны. И вот считаю, что это тоже, по сути, продолжение вот этой же линии проекта с детскими книжками. То есть истории, которые выдуманы, придуманы самими детьми, и они уже у нас как видеоистории очень интересные. Они также до этого, ну вот некоторые дети, например, пересказывали на свой лад известные сказки, но правда со своими добавлениями и так далее, интерпретациями. Тоже очень весело, мы всегда очень радуемся, когда видим такие продукты. Спасибо. Представляете, как будет здорово вспоминать, снова их пересматривать, когда соберете все в группе? Да, это вообще невероятный опыт, очень хороший опыт, и мы просто рады. Это наша вот драгоценная копилка, которую мы копим, копим, и это вот прямо поле для размышлений и действий будущих. То есть это все не просто так, это все очень нужно, все для развития. Я хочу передать слово Елене Непомнящей. И я знаю, да, мы знаем, что у вас тоже прекрасный опыт таких вечерних чтений, вечерней сказки. Может, немножко расскажете, как происходит у вас, появились ли какие-то важные вещи, которые вам кажется, можно будет перенести, когда вернутся все в группу. Да, у нас тоже есть прекрасная сказка. Мы ее придумали как раз, заключая на вопрос в чате, что пидка у вас каждый день. Первые недели только пидка была каждый день, а потом мы начали чередовать разные форматы, менять, чтобы детям было интересно виртуальной реальности. И поэтому мы придумали пижамную сказку. Знаете еще с какой целью? Вы же понимаете, что родители целый день находятся с детьми. И даже вот эти 30-40 минут, когда они могут заняться своими делами, оставить детей не просто смотреть мультфильм. А мы же с вами все понимаем, все равно ребенок 30-40 минут проводит у телевизора. Это как минимум, это современные дети, это гаджеты. Но мы, наверное, не будем лукавить, если будем говорить, что мы можем ограничить или полностью исключить такое общение с гаджетом. Поэтому сказку на ночь мы придумали, с одной стороны, для того, чтобы помочь родителям. А с другой стороны, мы хотели возобновить вот это чтение и, наверное, продемонстрировать родителям, которые часто говорят, да, включили мультик и ушли, пусть смотрят, засыпают. А вот живое слово, про что говорят коллеги, это очень важно. И я еще удивилась, что у меня многие педагоги в саду стали проситься, а можно я буду читать вечернюю сказку? Потому что это захватывает невероятно. Подбор сказки, чтение. Но мы как раз восхищаемся тем, и сразу же публикуем в своей группе «Страна чудес» фотографии, когда дети засыпают, когда нам удается кого-то усыпить. Ну, конечно, я не говорю, что они у нас всех спят. Вот в один раз.